Привет! Мы на одном из лучших технических каналов Беларуси, канале компании «АвтоСтронг». Лучший сервис, качественные запчасти и мы осуществляем быструю доставку. Очень часто при серьезной поломке двигателя самым лучшим решением является покупка БУ-агрегата, а не капиталка, потому что она стоит очень дорого. Ее успех очень сильно зависит от квалификации мастера-моториста. В этом видео компания «АвтоСтронг» подробно расскажет, как правильно выбрать БУ-силовой агрегат и обо всех нюансах. БУ-мотор – это контрактный мотор, купленный у серьезной компании со всеми надлежащими документами, договором и гарантией. И так как компания «АвтоСтронг» серьезная компания, то при покупке двигателя вы получаете все надлежащие документы. Вот этот мотор готов к отправке, его снимут, упакуют и приложат вот такой гарантийный талон. Итак, как же выбрать БУ-двигатель? Первое, на что нам надо посмотреть, это, конечно же, на пробег. Так как сейчас 21 век, а компания «АвтоСтронг» современная компания, на каждой нашей разборке мы снимаем видео про двигатель. На котором виден пробег автомобиля, как работает мотор, ошибки по мотору, уровень масла и так далее. И это видео вы увидите в каждом объявлении по продаже двигателя на нашем сайте autostrong-m.by. А вот когда вы приехали за вашим двигателем, то следует обратить внимание на некоторые нюансы. Итак, первое, мыть двигатель, потому что мойка двигателя нужна для того, чтобы скрыть его дефекты, а именно подтеки из всевозможных уплотнителей, прокладок и сальников. В компании «АвтоСтронг» мы двигатели не моем, чтобы вы видели их изначальное состояние. По оригинальному состоянию блока, а именно по наличию подтеков, окислов и так далее, можно судить, как о моторе ухаживали и как о нем заботились. Далее откручиваем пробку маслозаливной горловины. Она не должна блестеть и быть вычищенной. На ней обязательно должно быть масло, но не должно быть нагара, сгустков и эмульсий. Далее необходимо посмотреть на состояние масляного фильтра. Масло в нем, конечно, будет старое и отработанное, но оно должно выглядеть как масло, без посторонних примесей и субстанций. Далее необходимо посмотреть на стыки между блоком цилиндров и поддоном, блоком цилиндров и головки. То есть не должно ничего торчать, не будет никаких подтеков, все должно быть по заводу. То есть не должно быть никаких самодельных уплотнений, герметиков и так далее. Ничего не должно ниоткуда торчать. Бывают такие моторы, в которых течет пластиковая клапанная крышка, и оригинальное уплотнение не спасает. Поэтому люди используют специализированный герметик. Но в некоторых случаях такое рукоприкладство допускается. Самое главное, чтобы не было явных следов вскрытия двигателя. Кстати, следы вскрытия очень хорошо видны на многочисленных болтах, которые крепят головку, поддон. При их откручивании ключи оставляют характерные следы. Также нежелательно наблюдать следов вскрытия на многочисленных хомутах, которые крепят многочисленные патрубки. При вскрытии хомута обязательно остается отметина. По возможности следует осуществить более углубленный осмотр. То есть снять патрубок системы вентиляции картерных газов. Он должен быть чистенький без сгустков старого масла. На бензиновом моторе следует взглянуть на свечи зажигания и на дроссельную заслонку. В отпуске должно быть чисто, сухо и не вызывать никаких подозрений. А на дроссельной заслонке двигателя небольшое количество нагара допускается. Это вам огромный привет от системы рециркуляции выхлопных газов. Очень важным показателем здоровья двигателя является состояние его турбины. Она должна быть сухой, никаких масляных отложений и присутствия небольшого поперечного люфта. Для того, чтобы это определить, нам надо просто потрогать вал. А более подробно вы можете посмотреть в нашем прошлом видео, где мы разбирали множество турбин. Ну и самое главное, перед покупкой двигателя следует прокрутить коленвал. Он должен прокручиваться плавно, но пружинистым. Плавно, пружинистым. Эти перечисленные советы помогут выбрать и купить отличный мотор, но также стоит обратить внимание, как его надо устанавливать. Установка мотора должна производиться только квалифицированными мастерами, которые грамотно подготовят мотор к установке. Его установят, также заменят все жидкости, расходники, а также комплект ремня ГРМ и подготовят мотор к запуску. Также важно избавиться от последствий гибели предыдущего мотора, а именно вымыть впускной коллектор, особенно если он был снят с предыдущего мотора. И, конечно же, запуск двигателя нужно осуществлять с отключенной подачей топлива, чтобы дать масляному насосу прокачать масло по системе смазки. Надеемся, наши советы помогут вам выбрать отличный двигатель. А лучше звоните и приходите в компанию «АвтоСтронг», где опытные специалисты подберут вам отличный силовой агрегат. В наших видео мы будем озвучивать очень интересные акционные предложения, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Также подписывайтесь на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Пишите в комментариях, какие видео вы хотели бы видеть еще. С вами была компания «АвтоСтронг». Спасибо и пока!